всем привет сегодня у нас на ремонте панелька пришла к мастеру электро духовке печь горения с электродуховым шкафом со слов владельца на вход пришло 380 вольт откуда это там в дом пришло либо в доме 380 подключили духовку нет вот я уже не уникал чтобы не тащить всю эту огромную печь мастеру домой человек снял панель ну здесь по вандальному не снималась этот разъемчик отрезал так судя о ну и теперь она конечно молчит вообще ничего не включается кроме газовой плиты так судя по разъемчиком у нас на плате вот этот вата таймера здесь находится вот вход сейчас мы сюда подключим накинем провода 212 посмотрим молчит не молчит что коннектим действительно звукового сигнала нету ничего не светится не какой-то был приступаем к поиску неисправности взимаем плату так ну давайте будем раскидать мыслями если вот два контакта у нас приходит вот и вот значит будем искать где же она прерывается вот одна линия пошла у нас где водному мостику и вторая у нас вот здесь что-то у нас переворачиваем здесь сторону к через резистор у нас приходит на вот на диодный мостик приходит давайте посмотрим присутствует ли напряжение на диодном мостике включая электросеть включаем измерение переменного напряжения давайте посмотрим на разъемах ну там где приходит поставил на измерение постоянно закосячил мастер 220 вольт есть есть присутствует а давайте посмотрим на диодном мосту на ходе там где переменка нужно проходить здесь нет так отключаем ну если с этого вот разъем что смотрите здесь все просто здесь идет прямая цепь сразу на один из выводов диодного мостика этого малыша так 2 минут 220 получается как я вам показывал через этот резистор и вышел из строя так судя по вот этой маркировки цветной я интернете забил есть калькулятор сопротивления вводите вот эти все цветовые световую гамму резистора и выдают вам сопротивление судя с компьютера это 51 ом ставим на измерение сопротивлением 200 он максим что же скидаем щупы на ножки этого резистора и он почему-то в обрыве хотя чисто внешне ничего не видно чтобы он прогорел поэтому он не подает напряжение видите совсем совсем молчит что так как у нас сегодня уже 30 декабря людям хочется что-то печь в этой печи то понятно по просьбе владельца нужно быть ускориться сейчас интернет-магазины не работают вот плата с телевизором было мастер в поиске был резистора такого номинала что я нарыл это ближайшие у нас вот 68 он давайте кинем щупы на резистор тестеры посмотрим что он у нас показывает в отличие от того у нас показывает четко вот 69 ом а этот совсем у нас молчит то есть что мы сейчас включаем паяльничек я думаю даже мы сейчас вот так вот может обрезать обрежем либо выпаяем сейчас посмотрим итак был припаян резистор вот этот который я вам показывал было подключение 220 и наш резистор вылетел разлетелся на ухнарь вот так вот наша попытка увенчалась поражением но интересно что вот именно этот он разлетелся а вот тот предыдущий с цветными маркерам маркированием остался внешне целым дальше ну что начал искать же почему каратит я взял все таки тестер снова и начал смотреть проверять же получается что где-то коротыш я думал что диодный мостик наш вышел из строя этот малышка малых он вот здесь но он оказался целым научил я дальше рыть и нарыл я ребята я не сильно часто ремонтирую бытовую технику но именно по электронике вот здесь у нас находится еще варистор ариста и он это резистор который меняет сопротивление от температуры то есть сейчас берем тесты и меряем сопротивление вот так если на 200 мы поставим так почему на 200 так странного короче если на прозвонку мы ставим смотрите показывает 400 единиц я не знаю как это 400 он считается ли не как но если на прозвонки то какое-то измерение ну короче такого не должно быть так вот и варисто применяется для того когда превышается напряжение он уменьшает свое сопротивление и то есть должен перегореть предохранителя а теперь вопрос где здесь предохранитель где ребята конструкторы разработчики где вы предохранитель ну я конечно не всю печь вижу но электронный блок предохранитель должен быть здесь вот он нагревается тос должен сгореть предохранитель вот так вот ну что я выпаял ему и сейчас принципе ничего не коротит и я думаю что мы можем сейчас затестировать уже платку включаем оп вылюшка сработала отлично уже ничего не горит у нас резисторы я подключил так на касание реагирует на переключение режимов реагирует что у нас тут температуры вуаля все получилось получается так конечно не вижу сейчас что тут за режиме как тут температура выставляется ну короче моя была задача ее восстановить электрическую часть на где тут старт так и ну так как мы сожгли наш резистор который я вам показывал то снова я полез в плату монтажную старой телевизор и нашел и только по 100 он резисторы два штуки теперь физика если мы параллельно подключаем два резистора одинаковой какая разница например у нас одинаковое сопротивление в сумме даст нам половина то есть как раз 50 у нас изначально вот нижний 51 он сейчас он 50 я нижний не выпаял так как он в обрыве у нас чтобы вот так вот трехэтажный монтаж сделать и все работает вот если было вам полезным видос ставим лайков конечно подписываемся на технический канал можете присылать нам бытовую технику новой почты снимем контент и отправим уже вам уже готовую продукцию всем пока пока удачи в вашем ремонте ну то есть конечно в идеале снова поставить такой варистор у меня сейчас нету его наличии и новый год это все меняет клиент согласен без лишь бы ее запустить вот так вот но в идеале конечно здесь бы поставить еще предохранитель и варистор и предохранитель чтобы не сгорел резистор вот так вот Продолжение следует...